Добрый день! Сегодня в нашем выпуске мы расскажем, как провести самые большие выходные года – лето. Подробно изучим, какие в городе открыты пляжи, что за сюрпризы готовят нам активисты и волонтеры общественных организаций, что будет проходить в парках Иваново во все выходные каникул, какие культурные и гастрономические фестивали приглашают зрителей в разных районах губернии. Ну и, конечно, поговорим о спортивной повестке грядущего лета, какие будут проходить соревнования, турниры и акции. Запоминайте, записывайте или помечайте красным днем в календаре. Давайте начнем. Повестка выходных в июне только разгорается. С 14 по 21 число в регионе проходит кинофестиваль «Зеркало». Будет продемонстрировано 150 фильмов, пройдет 50 творческих встреч. Будут и спецпоказы, и мастер-классы. Запланирован на июне фестиваль «Подозерская клубника». Он пройдет в Комсомольском районе. Организаторы рассчитывают на большой урожай и множество гостей. Приезжайте, чтобы полакомиться. В этом году, в летний сезон, мы проводим ряд фестивалей. Один из них – это наш любимый фестиваль, фестиваль здорового образа жизни «Силач», который проходит традиционно в День России 12 июня на площади Пушкина и соберет большое количество спортсменов, гостей Ивановской области и ближайших регионов. Также в конце июня пройдет День молодежи. Традиционно тоже мы проводим фестиваль для экстремалов в парке Степаново. И сейчас думаем над проведением нашего турнира по прыжкам в воду «Фанжампинг». В кино всегда весело и интересно, а летом еще и прохладно. Можно спастись от жары. Киноновинок и американские, и русские прокатчики подготовили немало. Фильмы по интересам найдут и дети, и взрослые. Фильмы, которые выходят в прокат этим летом, это больше переснятые старые мультики, которые помнят и текущая основная аудитория, кто ходит в кино. Это люди 25-35 лет. «Король лев» выходит у нас в июле. «История игрушек» выходит в июне. Летом, если для аудитории постарше выходят «Люди в черном интернешнл», это продолжение, можно сказать, франшизы или, может быть, даже сиквел. Там не будет Лоу Смита, будет фильм достаточно интересный, он больше уже сделан в жанре таком экшн-комедии. В июле в гости приглашают фестиваль «Высоковская струна». Он пройдет на берегу живописного водоема в Ивановском районе. Приедут барды со всей России, и несколько дней там будет звучать хорошая музыка. В юже пройдет фестиваль для начинающих рок-исполнителей «Взлетная полоса». Приглашаются не только зрители, но и участники. В верхнем ландихе соберутся любители черники, чтобы попробовать ягоды и поучаствовать в конкурсах. А в Шуе 20 числа пройдет «День мыла». В программе фестиваля парад мыльных пузырей, забавы, мастер-классы по мыловарению, ярмарка, мыльные конкурсы, викторины и большой концерт. Лето – стихия для регби, поэтому запланированы. Самое главное – это матчи команды РКБ «Лакула» в рамках первенства федеральной регулигии и в рамках, соответственно, чемпионата России по любителям. Это самые главные события будут, которые будут проходить на стадионе «Автокраны». Соответственно, ближайший матч – это 15 июня против команды из города Владимир, Владимирские львы. То есть это ждем, будет интересный матч, интересная игра. Также запланированы турниры по пляжному регби. Это примерно месяц-месяц июнь-июля будут точно пляжные турниры. В августе выделяем выходные для фестиваля реконструкции «Кречет». Пройдет он в селе Иневе Шивановского района. Гости фестиваля имеют возможность окунуться в атмосферу средневековой Руси периода от IX века до начала использования огнестрельного оружия. Также в августе едем на фестиваль национальных блюд «Кухонь» и пробуем разные вкусности от всех существующих диаспор. Южский район, деревня Реброво. А завершаем лето 31 августа на светской тусовке в поселке Лух. Там будет 13-й областной фестиваль, распиаренный на всю страну. Лук-лучок. Ну и, конечно, мы ждем главное спортивно-патриотическое событие года – «Открытое небо». Традиционно каждый год оно проходит на северном аэродроме и собирает тысячи зрителей. Пока дата не определена. Зовем ближайшее мероприятие. У нас будет первенство города по пейнтболу. Пройдет оно 16 июня на территории пейнтбольного клуба 839. Оставим тот же самый формат – 3 на 3 человека. Приглашаем сейчас на данный момент всех желающих в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Проходить будет соревнование целый день. Мы приглашаем всех на летний период заниматься активными видами спорта – пейнтбол, лазертак, приезжать кататься на багги. Это все, в принципе, возможно. Погода позволяет. Слава Богу, дождей очень мало. Приезжайте все отдыхать на природу. 7 июля в городе будет проходить первый полумарафон «Красная нить». В программе спортивного праздника несколько дистанций на выбор. 300 и 600 метров для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 3, 10 и 21 километр. Маршрут полумарафона пройдет через центральные артерии Иванова. Организаторы приготовили множество мастер-классов. И перед стартом профессиональные тренеры проведут разминку. В городе Иванове мы ожидаем около 6 тысяч участников. Среди них будет 2 тысячи бегунов. В остальном это зрители, болельщики и поддержка. Обычно у нас на старты приезжают семьями целыми, бегут и малыши, и взрослые. Мама поддерживает папу на дистанции и так далее. Самыми главными призами, которые у нас получаются за абсолют и победу на определенных дистанциях, это подарки от спонсоров. Поэтому приезжайте на старт в город и, соответственно, побеждайте, занимайте призовые места. На закрытии сезона у нас будет премьер нового спектакля «Королевский подарок». Это этот спектакль по сказке Чарльза Диккенса «Волшебная история». Он рассчитан на детей чуть постарше, но это изумительная сказка, волшебная, очень красивая, с углублением в английскую тематику. Я думаю, что это будет замечательным завершением театрального сезона и прекрасным летним подарком для детей. Так что мы вас ждем. Чтобы узнать, какие еще события ждут жители города и его гостей, следите за нашими новостями. Корреспонденты телеканала РТВ Иванова ежедневно трудятся над информационной повесткой только для вас. Читаем афишу вместе. Надеюсь, ваш отдых пройдет с пользой и оставит множество приятных вспоминаний. Увидимся с загорелыми отдохнувшими в сентябре. Сочного лета и до встречи на городских мероприятиях.